Подскажите, пожалуйста, может я чего-то не понимаю? Все так радуются, что Российская Федерация перебрасывает войска с Донбасса на границу с Брянской, Курской и Белгородской областей. По данным телеграм-каналов. Типа нам легче будет идти в контрнаступление. А то, что они будут творить на границе, уже никого не волнует? И еще момент. Чем они тогда собираются брать Донецкую область в административных границах? Заранее спасибо. Ну, давайте начнем сначала. Да, действительно, нам будет легче. Чем больше они войск выведут на свою территорию, тем нам будет легче как в контрнаступлении, так и в выбивании их войск с нашей территории. Что они будут творить на границе? У нас там стоят войска. Поэтому особого ничего они на границе вытворить не могут. Из того, что они творят сегодня, это обстрелы, это провокации, это попытки захода диверсионно-разведительных групп на нашу территорию. Мы с этим всем боремся. Поэтому, да, количество войск на государственной границе, украино-российской, увеличится. Мы это прекрасно понимаем. И это, да, несет определенные риски. Но это очень существенно помогает фронту в плане ослабления российской группировки, уменьшения ее численности и количества вооружений и техники, которые они заберут с собой. Так что не переживайте, мы к этому готовы. У нас есть рубежи обороны, у нас есть войска, которые охраняют и границу с Российской Федерацией, и границу с Белоруссией. Так что вот такая вот. А вот насчет того, чем они собираются тогда брать Донецкую и Луганскую область в административных границах, как сказал Путин. Вот тут очень интересный для них вопрос. Я скажу вам, в принципе, можно ответить, что ничем. И скорее всего, наступательные действия, смотрите, уже сегодня наступательные действия российской армии носят локальный характер. Уже сегодня успеха ни на одном участке не имеют. И тот же Вагнер даже в Бахмуте, ну сточился уже он. Видите, как Пригожин плачется, что его надо выводить, спасать, иначе от него останутся рожки-доножки. В принципе, так уже сегодня и осталось. Поэтому я так понимаю, что дальше, чем дальше в лес, тем больше Российская Федерация будет становиться в оборону. Да, они будут нас атаковать, но локально, на отдельных участках. Почему? Потому что по принципу действует лучший способ защиты, это нападение. Вот они по этому принципу и будут действовать. Но при этом стратегические войска, российские войска, они уже переходят к обороне. Так что ни о каких админграницах Донецкой области уже речи быть не может. 9 месяцев штурма Бахмута показали все, на что способна сегодня российская армия. Это ее пределы, это потолок. Вот это то плато, на которое они там вышли и продержались на нем больше полугода. Теперь пойдет только спад. Ну и плюс добавится наше контрнаступление. Это еще усугубит положение российских войск. Кстати, очень классная ситуация, которая создалась для российского командования. Им надо сейчас, они сейчас на растяжке. Им надо выводить войска из Украины, для того, чтобы прикрыть государственную границу. Закрыть ее от вот этих набегов этого русского добровольческого корпуса, этого легиона свободы России и так далее. Потому что они реально сегодня представляют для них угрозу. А с другой стороны, получается, что надо ослаблять позиции. Кстати, мобилизация не справляется. Желающих воевать с каждым днем все меньше и меньше в Российской Федерации. Ловить их все сложнее. Тоже навыки приобретают военно обязанные уклонения от повесток и прочего. Срочников сейчас очень сильно прессуют российские командования в частях, чтобы подписывали контракт. Но это не покрывает потребности фронта. Так что ситуация у них усложняется с каждым днем. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok